Приветствую, друзья! Это мой товарищ, его зовут Александр. Кстати говоря, вот вы теперь запомните, пожалуйста, Александра. Это мой ученик по методу ключ. Будет специалист. Вы же знаете о том, что специалистов я особенно подбираю. А в данном случае подбирать нечего, потому что я его знаю лично. Лично знаю. Это почемучка. А только почемучки становятся великими. Потому что все остальные, они, которые любят только повторять за кем-то, подражать кому-то. На инстинкте подражания как-то существуют исполнители. А вот почемучка, вот Александр почемучка. Потому что он занимается самопознанием. Ну, это же и написано там где-то в самых древних источниках. Познай себя. Да? Ну, я уверен, что вы тоже почемучки. Просто иногда вы забываете об этом. Что самое главное, если возникает у вас какой-то вопрос, и вы начинаете над ним думать, то вы уже развиваете у себя творческие качества и способности. А теперь у меня вопрос. Я хочу Сашу спросить. Можно тебе Саша? Конечно. Да, можно. Видите, какой? Лояльный, я лояльный. Ну, а я с Сашей есть. Да. А ну, Александр, Саша. Улыбается. Расскажи, пожалуйста, что бы ты хотел в жизни... Вот ты изучаешь вот такое явление, как идёт дождь, как полено устроено, как листья виноградника, да? Как ковры тканника. Ну, расскажи, что ты изучаешь. Я изучаю такой вопрос, как из предметов, которые находятся вокруг нас, как их перевести в энергию, как потом эту энергию перефразировать в текст, и что из этого получится. То есть это расшифровка любого предмета в текст, а может быть даже и в видеоряд. Таким образом, например, взяв какой-нибудь... Ну, даже предмет искусства, например, древнегреческий, можно из него сделать письмо, и мы можем увидеть, что происходило даже в те времена. То есть это фактически машина времени. Невозможно, может быть, физически перенестись, но визуально мы сможем получить. Хороший результат. А ты можешь какой-нибудь паники пример привести, чтобы понятнее было? Ну, вот кому что-то совсем непонятно, комментами задавайте вопросы там, пишите комменты. В следующем ролике я отвечу на них. Или Александра попросим, он посмотрит и ответит на них. А кто не записан на наш канал, запишитесь, пожалуйста. И на Телеграм тоже запишитесь. Там очень интересные сейчас события происходят. Маленький пример. Маленький пример, да. Есть, например, ваза из Помпеи, из раскопок. Эта ваза определенным образом разрисована. Там есть различные линии, изображения. Вот мы эти линии должны, так сказать, перевести в энергию, в колебания. То есть у каждого предмета и у каждого даже элемента изображения есть своя частота колебаний. Мы эту частоту колебаний должны вычислить и потом эту частоту колебаний разложить на буквы и звуки. Вернее, сначала на звуки, а каждому звуку соответствует буква. Вот. И поэтому получается некий текст. Также можно разложить эти колебания на спектры световые и получить картинку таким образом. Вот так. Интересно, у меня слово энергии вообще непонятно. Это просто модное слово сегодня. Раньше говорили, смотри на фотографию, какая девушка симпатичная. А сейчас говорят, смотри на фотографию, какая у него энергия. Но сейчас все называют энергией. Поэтому как ты понимаешь эту энергию? Я понимаю энергию. Вот, например, в случае с девушкой. Вот я даже не знаю. Дело в том, что ты смотришь на девушку, красивая девушка, вся такая аккуратненькая, но не чувствуешь от нее какого-то тепла. Никак не реагируешь. Бледный какой-то фон. Если бывает девушка гораздо менее таких показателей, как красавица первая, но от нее исходят какие-то волны, которым хочется притронуться, прикоснуться, которые тебе дают какую-то реакцию. То есть наш организм начинает реагировать на то излучение, которое идет от... Оно на самом деле от нее идет? Или это наше восприятие? Это может быть и восприятие, но, например, есть такие, даже визуально, не визуально, а физически, не по картинке, это вот это чувствуется уже. А вот смотри, когда влюбился, например, смотришь на девушку, и там, ну, наверное, такая энергия, но ты влюбился, а потом разлюбился, допустим, и ты видишь мне эту энергию или нет? А вот нет, не вижу, более того, идет другая энергия. Ну, правильно, тогда она излучала эту энергию, потом она начинает излучать энергию такую, что не хочется с ней рядом находиться. Вот, это ее, да, так сказать, энергия, которую она выпускает. Давайте так, друзья, это первая встреча, мы потом, ты когда придешь в следующий раз? Я могу прийти в четверг. Очень хорошо. Мы в следующий раз еще сделаем запись, а вы, пожалуйста, напишите в комментах вопросы, которые вас заинтересовали. Напишите, напишите, а тем самым вы одновременно нашу школу продвигаете, развиваете. А мы будем вам давать очень полезные, интересные советы. Потому что Александр, человек, я лично рекомендую, и я вам говорю, это человек необыкновенный. Да. Да, он необыкновенный, ну да, 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 да. А когда вы узнаете его историю, вы ахнете, да, вы ахнете. И захочется вам с ним дружить. Вот увидите. А потом он скажет, в чем магия его вот этой харизмы. Вроде ничего не говорит, а уже нравится вам, правда же, да? Ну, наверное, не всем. Ну, посмотрим. Пусть нам напишут, и вопросы напишут, а ты придешь, все прочитаешь, и мы в следующем ролике ответим на эти вопросы. Хорошо. Друзья, до встречи. До встречи.